Здравствуйте! Как хорошо, что вы смотрите нас сегодня. В прошлой программе вы услышали о том, с какой уверенностью Павел собирался в Иерусалим, хотя ему снова и снова говорили о том, что его там ожидают большие тяготы. Сегодня вы узнаете, что произошло с ним, когда он добрался до Иерусалима. Его прибытие в Иерусалим и встреча его апостолом Иаковым прошли без всяких эксцессов, но вскоре ветер резко поменял направление. В чем же упрекали Павла? Что от него требовали? Какие уроки мы можем извлечь для себя, основываясь на его реакции? Об этом вы узнаете в этой сегодняшней программе. Давайте сейчас встанем и посмотрим, как развивались события дальше. Итак, Павел, наконец, добрался до Иерусалима. По прибытии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресвитеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему, «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступление от Моисея, говоря им, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. На этом, пожалуй, мы и остановимся. Итак, когда Павел со своей командой прибыл в Иерусалим, их радушно встретили Иаков, то есть апостол Иаков, который был лидером местной церкви и ее пресвитера. Павел был очень счастлив. Он радовался встрече и от чистого сердца рассказывал им, что сделал Бог через его служение по всей земле во время его путешествия, сколько церквей было основано. Вот о чем им рассказывал счастливый и довольный своими деяниями Павел. А когда об этом услышали Иаков вместе с пресвитерами Иерусалимской церкви, они тоже стали славить Господа? Павлу очень понравилось, что они радуются вместе с ним и славят Господа за то, что рассказал им Павел. Но если вы повнимательнее прочитаете наш сегодняшний отрывок, вы увидите одну важную деталь. Радость Иаковой пресвитеров Иерусалимской церкви была от чистого сердца, в этом их не упрекнешь, и это точно. Но в следующем предложении мы можем прочесть, что сказали Павлу члены церковного совета Иерусалимской церкви. «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». Павел рассказал им об обращении язычников. А потом они сказали ему, «Пойди-ка сюда, Павел дорогой, мы покажем тебе, сколько иудеев обратилось, и все они были ревнителями закона. А что касается твоих язычников, то это тоже довольно-таки неплохо. Я не хочу говорить загадками, но если вы проследите за тем, что произошло дальше, вы поймете, что за всем этим стояло». Они называли его братом, но говорили ему, «Не думай, что Бог творит чудеса только через тебя. Он совершал великие деяния, и через нас, здесь, в Иудее». Он привел к вере тысячи, или, как сказано в Библии, «мириады». То есть тысячи, тысячи иудеев. Надеюсь, это нам не показалось, потому что они определенно хотели, чтобы и Иерусалим, город, где жил, вершил свои деяния, умер и воскрес Иисус Христос, оставался центром христианства. Они не хотели переносить его в Антиохию или в Ефес, где тоже возникли крупные влиятельные церкви. И когда они чуть позже упомянули о том, что все эти иудеи-христиане являются ревнителями закона, Павел понял, откуда дует ветер. И действительно, после этих слов, Иаков и его братья по вере перешли к делу. Вот что они сказали ему. «А о тебе наслышались они». То есть они говорили. «В нашей церкви слышали о тебе. Ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали своих детей и не поступали по обычаям». Итак, что же, верно соберется народ, ибо услышат, что «ты пришел». Итак, они сказали, «Павел, люди знают, что ты в Иерусалиме, нам нужно всех собрать, и ты должен выступить перед церковью и объяснить, почему тебя в этом упрекают, почему о тебе так говорят». Что же тут произошло? Мы помним, что почти в каждом городе, в котором Павел служил во время своих путешествий, из-за его послания о Христе у него возникали серьезные конфликты с иудеями. Они пытались его избить, преследовать или даже убить. Мы уже говорили об этом и подробно это разбирали. Например, в Ефесе он тоже сначала учил в синагоге, но потом был вынужден перейти в частное училище Тиран. И там ему вменяли то, что он разобщал в синагоге. Разумеется, об этом сообщили в Иерусалим. Так о Павле и узнали в священном городе еще до того, как он туда пришел. И иудеи, и иудеохристиане слышали об апостоле только негативные вещи. Их единодушное мнение о нем было. Павел призывает нас к отступничеству от иудаизма. Он учит отступление от закона Моисея. Он против храма. Но Иаков... И вы должны знать об этом. Да. Иаков был великим учеником Иисуса, апостолом Господа. И сейчас я не собираюсь его дискредитировать. Он поддерживал Павла, потому что он знал, что в Антиохию Павла и Варнаву послал Дух Святой. Это произошло с благословения других церквей. Это была воля Божия. И все они поддерживали ее. Иаков был Павлу товарищем. Он был послан на служение Духом Святым и молитвой. Но с другой стороны, на него давили иудеи и христиане из его церкви в Иерусалиме, потому что слова Павла противоречили их учению. Павел учил тому, что хоть обряды Моисея и были учреждены Богом, и о них упоминалось в Библии, в Ветхом Завете. И они были от Духа Святого и от Бога, и были учреждены им, но они, по мнению Павла, имели характер притчи, и к ним нужно было относиться как к аллегориям. Но потом на землю пришел Христос, и эти аллегории воплотились в нем. В первую очередь Павел проповедовал о том, что ни один из ветхозаветных законов не сможет спасти человека, и что это может произойти только через Иисуса Христа, Его уникальную жертву, принесенную им на кресте. Он учил тому, что после этой жертвы можно прекратить проливать кровь в животных, и считал, что жертвоприношения в храме теперь были излишни. И это все благодаря великой жертве Иисуса Христа. Вот чему учил Павел. Он постоянно напоминал об этом людям. Многие иудеи обратили внимание на эти слова. Иудеям-христианам тоже было трудно взять и внезапно отказаться от всех традиций, которым их учили с детства. Храм был для них сионом и главной радостью в их жизни. И что же? Им придется теперь все это прекратить из-за Иисуса Христа? Да, они признали Его своим Мессией и обратились в веру в Него. Но при этом они говорили, «Иисус же тоже был обрезан». Почему же тогда Павел учит тому, что обрезание ничего не означает? Они задавали много подобных вопросов. Вот почему Иаков в своей церкви в Иерусалиме оказался в безвыходном положении. Он ощущал на себе большое давление, пока Павел проповедовал по всему миру о том, что мы свободны от законов. Разумеется, тем самым Павел не имел в виду, что десять заповедей были лишними, а скорее учил, что они духовны, благи и святы. В одном из своих посланий он даже задал такой вопрос. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. Павел проповедовал не об отмене закона. Он проповедовал о том, что мы не можем спастись соблюдением закона. Закон не вел верующих ко спасению. Спастись можно только через Иисуса. А иудеи и иудеи-христиане это сразу и поняли, и не поняли. Закон показывает нам наши проступки, писал Павел. Он показывает нам, что мы прокляты, но он не может нас искупить. Но многим набожным иудеям это было слишком трудно понять. И они все перепутали. Поэтому пасторы в Иерусалиме оказались в большой-большой беде. Так чего же Иаков попросил у Павла? В деяниях Иаков и его братья по вере говорят Павлу, «Послушай, Павел, мы сможем все разрешить только следующим образом. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». По их мнению, Павел должен пройти церемонию очищения, описанную в числах. За годы своего проживания в чужих странах из-за трапез с язычниками он стал для них полевицки нечистым. Поэтому священники по заветам Моисея должны были дважды, в два определенных дня, окропить его очищающей водой в храме. Но и этого было недостаточно. Он должен был также помочь четверым мужам, имеющим на себе так называемый обед назарейства, прописанный в числах, и взять на себя расходы, необходимые для проведения этого ритуала. Но для этого требовалось принести в жертву двух ягнят и барана, а также сделать хлебное приношение и жертву возлияния. То есть им нужно было принести в жертву животных, а жертвенные животные стоили недешево. И Павел должен был оплатить их расходы, чтобы таким образом публично заявиться, что он все делает по правилам, соблюдает закон и, будучи христианином, заодно исповедует и иудаизм. Я не знаю, понимаете ли вы меня или нет, я хочу лишь показать вам, какие условия были поставлены перед Павлом. Я считаю, что мы должны не пропускать эти строки, а внимательно читать их. Дух Святой во всех деталях поведал нам об этом, чтобы мы поняли, как отреагировал на это Павел. Подумайте, что бы вы сделали, будь вы на его месте. Вы бы отказались это сделать, или согласились? И вот что произошло далее. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Павел последовал этой традиции тщательно. А в это трудно поверить, но Павел поступил именно так. Он пошел в храм, и там его окропили очищающей водой. Затем он оплатил этим четырем мужам их расходы и вместе с ними принес жертву в храме, чтобы исполнить завет. Павел в своих речах постоянно очень строго и последовательно отделял благую весть от закона. Можно было ожидать, что он сделает то же самое и здесь, но он поступил по-другому. И сделал он это не из-за лицемерия. Я не верю, что это могло быть так. Но, как мы знаем из посланий Павла, он сделал это по мудростям. Его сердце лежало к тому, чтобы иудеи-христиане, и язычники-христиане были едины. Я думаю, что если бы он сказал резкое «нет», он в тот же момент потерял бы всю церковь в Иерусалиме. Ему очень хотелось, чтобы они были едины в Иисусе. А вот что Павел писал в послании к Ефесианам. «Ибо он, Иисус, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею». А сейчас слушайте внимательно. «А закон заповедей учениям, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Павел искал мира, но не ценой компромисса. Здесь он поступил так же, как родители поступают со своими детьми. Они идут им навстречу, потому что знают, что это единственный способ достучаться до них. Если бы Павел показал здесь явное преимущество своего учения, он бы потерял иудейских верующих. Возможно, его не понял бы даже Иаков. Вот почему он не стал добиваться своего, а из любви сделал так, как его попросили, чтобы однажды, после дальнейших наставлений, завоевать их расположение. То есть Павел действовал исключительно по мудрости. Мы можем видеть это и в словах, которые он впоследствии написал Коринфянам. Это первое послание к Коринфянам, где сказано для иудеев, «Я был как иудей, чтобы приобрести иудеев». Для подзаконов был как подзакон, чтобы приобрести подзакон. Он был как подзакон. Это было не лицемерие. Он сделал это от чистого сердца из любви. Павел так сильно любил еврейский народ, что писал в послании к римлянам. «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Вы заметили одну важную деталь? Лично меня очень трогают эти слова. Особенно на фоне того, о чем говорится в 21 главе «Деяний святых апостолов». У Павла болело сердце за этих людей. Он не хотел разрывать с ними отношения. Он хотел проявить терпение. Он хотел поступить так, как его попросили. Он хотел быть иудеем в их глазах, чтобы в конце это концов, привести их ко Христу и не способствовать расколу этой церкви. Павел любил своих собратьев иудеев и поэтому поступил очень мудро. Дорогие братья и сестры, давайте поступать так же и в нашем окружении. Давайте не добиваться компромиссов, а стремиться к любви и мудрости, чтобы донести до людей благую весть. Хочу вам признаться, эта глава уже давно стоит в моем годовом плане чтения Библии, но никогда прежде. Сказанное там меня так сильно не трогало, как это произошло сегодня. Итак, давайте продолжать. Помогло ли предложение иерусалимских старейшин о примирении? Скажите, помогло ли оно? Возможно, после, но пока оно не помогло. Ибо когда Павел сделал то, что попросили его сделать, его братья поверят, а именно пойти в храм вместе с четырьмя другими мужами, вместе с ними очиститься, началась настоящая беда. Произошло то, что и должно было произойти. Павел Павел по совету старейшин церкви в Иерусалиме пошел в храм вместе с этими четырьмя мужами и принес жертву. И кто его там увидел? Кто его там узнал? Иудеи из Малой Азии. Именно там Павел был и служил во время своих миссионерских путешествий. И что же сделали эти люди, которые его тут же узнали? Они тут же и схватили его и призвали своих соотечественников на помощь, прокричав им «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом Еленов ввел в храм и осквернил святое место сие. Из Еленов, которые, по всей видимости, пришли в храм вместе с Павлом, в тексте Библии особенно выделяется Трофим из Ефеса. Павел уже встречался с ним раньше во время своих путешествий. Они были знакомы. По тексту не совсем понятно, был ли этот Трофим в тот момент в храме. Там сказано только, что Павла видели вместе с Трофимом в городе. Но известно, что в храме было много язычников из разных народов, и Павла упрекали в том, что он привел с собой язычников во внутренний двор храма. Хотя язычникам под угрозой смертной казни было строго запрещено появляться там. Им разрешалось заходить только в передний двор для язычников. Итак, Трофиму можно было заходить только в передний двор храма, который был отделен от внутреннего двора. Итак, Павла схватили, вывели из храма и хотели побить камнями. Итак, давайте вспомним, Иаков хотел уладить все проблемы, связанные с разницей в учениях, и попросил Павла, иди в храм и проведи иудейский обряд. И Павел так и сделал. Он пошел в храм именно там, в храме, куда его послал Иаков и другие братья. Его схватили иудеи из Малой Азии. Пожалуй, это было ожидаемо. Они хотели его линчевать. Но внезапно туда пришли воины и сотники. Это были римские воины, контролировавшие город. Они услышали крики иудеев и пришли на них. И тогда иудеи прекратили бить Павла. К ним подошел тысяченачальник и спросил, что он сделал. Вокруг царила такая неразбериха. Что он так, ничего и не выяснил. И тогда он приказал своим воинам увезти Павла с собой, но иудеи все никак не могли успокоиться. Они бежали за ними и пытались продолжать бить Павла. Причем они делали это так эффективно, что в итоге Павел упал озим. Но воины успели подхватить его и унесли его подальше от бушевавшей толпы. Но иудеи не сдавались. Они бежали за воинами до самых казарм. И в деяниях сказано вот что, ибо множество народа следовало и кричало «Смерть ему!» Это вам ничего не напоминает? Именно эти слова кричали нашему Господу «Смерть ему!» Так Павел поучаствовал в страданиях своего Господа. Павла взяли под стражем. То есть все произошло именно так, как и свидетельствовал до этого Дух Святой. Провидение Всевышнего пошло своим чередом. И Павел тоже в итоге пришел в Рим, чего он и желал всем своим сердцем. Но послушайте, дорогие прихожане, его путь не был простым. Он был извилистым, очень извилистым и полным страданий. Но это был один из путей Господних. Давайте и мы поступать так же. Божьи пути истинны, но они не всегда просты, но в конце концов вершится воля Божия. И благая весть продолжает распространяться по всей земле. Лично я еще долго буду помнить сказанное в 21-й главе Деяний Святых Апостолов. Спасибо тебе, Господи, за то, что совершил через Павла такие великие деяния, произошедшие тогда в Иерусалиме. Помоги нам следовать за Тобою так, как следовал за Тобою верный Твой слуга Павел. Даже когда нас будут ожидать страдания и скорби, пусть мы продолжим говорить «Господи, да будет воля Твоя». Спасибо Тебе, Господи, за этого апостола и за евангелиста Луку, который в своем тексте показал нам, какая борьба происходила внутри апостола Павла. Он показал всем нам, как Павел боролся за благую весть, как он боролся за иудеев, христиан и за церкви. «Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты позволил ему провести эту борьбу, в результате чего благая весть о Тебе и Твоей церкви стала распространяться дальше по земле». В одном из своих посланий Павел написал следующие слова «Следуйте моему примеру, как я следовал примеру Христа». Господи, пусть такие же страдания, любовь, ясность, благословение и служение будут и в нашей церкви по милости Твоей во имя Иисуса. Аминь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. Субтитры субтитры